Городок Ирпень, что под Киевом, месяц боролся против врага. И теперь он снова украинский. Освобождён Ирпень. Сейчас проходит зачистка. Небольшой и живописный город на подъезде к Киеву до войны считался одним из лучших для жизни. Город, утопающий в зелени и парках, славился сосновым бором, дубовой рощей, речкой и озёрами. До войны здесь проживало 60 тысяч людей, а цены на жильё были практически столичные. Ну, воздух здесь сосной пахнет. Классно. 10 минут от Киева. Люди мечтали купить именно здесь квартиру или дом. Суеты меньше, чем в столице. Зато какие пейзажи. Ну, сами посмотрите. Но известным на весь мир Ирпень стал уже вот таким разрушенным. Благодаря русскому миру стёрта с лица земли инфраструктура, дома и судьбы. Эти страшные, шокирующие и душераздирающие кадры облетели весь мир. Российские солдаты с миномётов обстреливали мирных людей, которые просто хотели эвакуироваться. Здесь вы видите, как за одну секунду погибла целая семья. Смотрите, с кем воюет Путин, с кем воюет РФ. Это рюкзак, который был на моём сыне. Его посекло минами, были осколки. Это рюкзак, который был на моей дочери. То есть здесь чётко видны следы крови. Она получила осколочное ранение в висок. Именно в Ирпене Сергей потерял всю свою семью, всех родных и близких. Бои за Ирпень начались в первые же дни российского вторжения в Украину. Ну и людям, кто жил рядышком, трошки не повезло. Бои страшные и разрушительные. Чтобы окружить столицу Украины, русские солдаты пытаются взять контроль над Ирпенём, который всего в 10 километрах от Киева. Улица за улицей уничтожается. Подпрыгнул дом вот так где-то на 20 сантиметров. За считанные часы когда-то зелёный городок чернеет от гари, пыли и крови. А есть погибшие? Погибшие? Пять раненых. В город прорываются всё больше оккупантов. Ирпень в окружении. Люди с окон своих домов смотрят не на рассвет, как раньше, а на уличные бои с кадыровцами. Вот что осталось бы для моего дома, б***ь. Я в долгу не остався, не не останусь, б***ь. С начала войны этот обычный, ничем не примечательный мост увидели миллионы людей по всему миру. До войны здесь проезжало десятки тысяч машин ежедневно. Теперь он очень изменился. Весь мир наблюдают, как украинцы смелые, красивые и добрые пытаются спасти свою жизнь и жизнь своих близких, жён и детей. Ирпень попадает на обложки мировых изданий. За кадром остаются страшные, дикие и жестокие кадры с войны в Ирпене. Нас целая колонна ехала. Она была обклеена надписью «Дети. Эвакуация». Они начали по нам стрелять. Их россиян было, наверное, человек 20. Они стреляли, стреляли. Потом они успокоились, повыходили из машин. Я оборачиваюсь назад, смотрю на свою маму. И моя мама стекает кровью. Ей попали в шею, и она умерла. Русские солдаты жестоко расстреливают мирных жителей во время эвакуации. Я услышала, что мой парень закричал. Или в ногу, или в плечо попали. Через полторы минуты всё закончилось. Я на него посмотрела, думала, что он мёртвый, но поняла, что он дышит. На мне была белая куртка. На мне этот костюм до сих пор крови. Я не могу снять. Я пыталась его спасти. Как-то остановить кровь. Я брала его за руку, и он дышал. На меня сошел. Опрятные дворы городка стали превращаться в кладбища и братские могилы. Походили маму с ребёнком. Ребёнку 12 лет. Мальчик. Красивейший Ирпень помечен кровавой точкой на карте. Здесь гибнет американский журналист Брэн Трена от русской пули. Погиб от вражеской пули. Попало в голову. Здесь же пропадает известный фотограф Макс Левин, судьба которого до сих пор неизвестна. Во времена Второй мировой войны Ирпень был оккупирован гитлеровцами. Но тогда городу удалось уцелеть. Сегодня 50% улиц и домов разрушено. Здесь нет воды, света, электричества и даже связи. Несмотря на то, что город отбит от врага и сейчас идёт зачистка, возвращаться сюда пока нельзя. Опасно. Но придёт время, и Ирпень снова забуяет хвоей и листвой. Ещё больше, чем до войны. А пока что президент Украины Владимир Зеленский наградил Ирпень званием города-героя. Ведь именно этот небольшой город сорвал планы врага по захвату Киева и взял страшный удар на себя.